Егор Павлов проводит взрывотехнические экспертизы уже более 15 лет. То, что мы привыкли видеть в остросюжетных боевиках, для него рутина. Вот случай из практики. Мужчина приехал на машине в автосервис на техническое обслуживание. Механики стали проверять ходовую часть, но под днищем их ждал неприятный сюрприз. Обнаружили канистру, заполненную брезантным взрывчатым веществом, тротивом. И в качестве средств инициирования был взрыватель от ручной гранаты УЗРГМ. Но, благо, взрыватель не сработал. Усик откололся, а у ЧКИ не хватило усилия, чтобы ее извлечь из корпуса ударного механизма взрывателя. Первыми на место, где обнаружено взрывное устройство, приезжает Росгвардия. Специалисты группы разминирования ОМОН с помощью специального оборудования обезвреживают и изымают опасный объект. И если возможна его транспортировка, то отправляют его в экспертно-криминалистический центр МПД. Взрывные устройства, вещества, гранаты, снаряды, в том числе и Великой Отечественной войны, порох – все это становится объектом исследований. Кроме описания объекта, исследования его маркировочных обозначений, типоразмеров, габаритных характеристик, форм и так далее, необходимо вскрыть корпус представленного на исследовании объекта. Скромная лаборатория, минимум инструментов и техники. Здесь и проводит экспертизу Игорь Николаевич. В каком-то масштабном оборудовании нет необходимости. Главное в данных экспертизах – это навыки и знания специалиста. После того, как вскрыли корпус, проводят химическое исследование. Выясняют, насколько опасен тот или иной объект. Это необходимо для чего? Соответственно, у человека изъяли гранату учебную, соответственно, человеку ничего не будет, статьи не будет. Либо граната является боевой, содержит заряд взрывчатого вещества и, соответственно, пригодна для применения по назначению и производству взрыва. Если экспертиза показала, что граната боевая, взрывотехник выезжает на полигон совместно с отрядом специального назначения, где производят экспериментальный подрыв. На плечах взрывотехников лежит огромная ответственность. Работа связана с риском для жизни. Но Егор Павлов не видит в этом ничего экстремального. Говорит, что его профессия не опаснее, чем любая другая. Главное – соблюдать ряд правил. При соблюдении техник безопасности и аккуратности, внимательности, все должно быть хорошо. И надо придерживаться принципа «не знаешь – не лезь». Проконсультируйся. В длительное время Егор Павлов был единственным специалистом взрывотехники в экспертно-криминалистическом центре МВД по Мурманской области. Сейчас появляются новые сотрудники в этой сфере, и Егор Николаевич стал их наставником. Охотно делится своими знаниями и навыками. В коллективе его уважают и ценят не только как специалиста. Егор Николаевич всегда оказывает помощь как человек, как друг для всего личного состава экспертного подразделения и экспертных подразделений области. Никогда людям не отказывают помощи. Всегда разъясняем, что касается и рабочих вопросов, и вопросов личных, где он может помочь как просто товарищ. В кабинете Егора Павлова множество сертификатов о повышении квалификации из разных городов. До пандемии он сотрудничал с другими экспертными подразделениями, университетами МВД, которые разрабатывают методики в области взрывотехники. Егор Николаевич будет продолжать и свою научную деятельность, и свою деятельность в качестве руководителя, наставника. Поэтому я думаю, что у него все еще впереди, все в усвершении. Только в этом году в лаборатории экспертно-криминалистического центра МВД по Мурманской области было проведено 115 экспертиз и исследований. Все они требуют определенных навыков и знаний. Поэтому наш герой не останавливается на достигнутом, стремится к саморазвитию, чтобы не только качественно делать свою работу, но и делиться знаниями с новыми специалистами. Мария Касаткина, Борис Савельев, ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова